Грузинские импортеры пшеницы и производители муки говорят о критическом объеме запасов. И хотя правительство недавно заявило о том, что поводов для паники нет, проблема пока не решена. Ранее большую часть пшеницы Грузия закупала в России. Ее цена была наиболее приемлемой, но сейчас ситуация меняется. И Грузия в активном поиске новых поставщиков. При этом цены на мировом рынке уже поднялись. Кого страна рассматривает в качестве импортеров муки и пшеницы, выясняла Юлия Тужилкина. 50 тысяч тонн пшеницы и 25 тысяч тонн муки. Такими запасами обладает сегодня Грузия. Можно сказать, что уровень критических резервов хватит всего на месяц. Такое положение в стране возникло из-за задержек импорта из Украины и России, откуда поступает до 90% пшеницы. Ежегодно Грузия потребляет около 700 тысяч тонн пшеницы и лишь 10% из этого зерноместного производства. В связи с тем, что начали боевые действия, со стороны Черного моря там блокировано все, и корабли не могут выйти. Значит, пшеницы у нас, это море все закрыто. Но есть два перехода у нас, тоже с российской стороны. Это Верхний Ларс, машинный переход. И есть железнодорожный, это Россия, потом Азербайджан и Грузия. В связи со сложившейся ситуацией Грузия активно ищет альтернативных поставщиков пшеницы и муки. Рассматривают Турцию и Казахстан. И вот мы подразумеваем уже контракты с казахстанской стороны, потому что может быть какие-то неопределенности быть с российской стороны насчет доставки пшеницы. И поэтому мы говорим с партнерами из Казахстана насчет того, что мы новые контракты по этим направлениям обеспечили. По оценкам экспертов, мировые цены на пшеницу уже поднялись. Наблюдается ажиотаж. Однако грузинское правительство при повышении стоимости импорта намерено субсидировать разницу в цене. Таким образом, стоимость хлеба не повысится. К тому же, страна теперь планирует сделать стратегические запасы пшеницы и муки на всякий случай. Юлия Тужилкина, Шалва, Сура Милашвили, Хабар-24, Грузия, Белиси.